Друзья, всем привет! Добро пожаловать на техно-блог гаджеты обзоры металлопоиска. В этом видео я хочу с вами поговорить на тему мошенничества на сайте Авито с так называемой схемой отложенного мошенничества. Что ж, сразу после доставки канала приступаем. Итак, друзья, говорим сегодня про мошенничество на сайте Авито с отложенной схемой воздействия на объект. Только что буквально столкнулся в очередной раз с таким разводом. Значит, выставлена у меня была на продажу не по очень выгодной цене для покупки. Ну, то есть, значительно выше такой рыночной цены. И на это объявление практически откликов очень мало было. Вот. И вот спустя, допустим, год того, как это объявление висит, то есть я продавец, обращаю внимание, да, ко мне обращается некий человек, который предлагает купить, соответственно, эту электрическую отвертку. Кстати, выглядит она вот таким образом. Вот на экране сейчас картиночка. Такая очень крутая, кстати, отвертка. Я ее всем рекомендую. Ссылка на нее под видео я обязательно оставлю. У меня даже были видео на канале, где я ей оперировал. Очень удобная вещь. Это фактически шуруповерт. Так вот, человек пишет и говорит, что очень хочет купить ее у меня по той цене, которая, соответственно, выставлена. Заявляет, что он у нас из Ясногорска. Это у нас Тульская область. Неважно, город может быть любой в этой схеме. То есть, главное, что человек будет находиться в другом месте, нежели чем вы находитесь. То есть, обязательно человек будет из другого города. Я ему, естественно, предлагаю максимально выгодные варианты доставки, которые я могу предложить в том направлении. Но его как-то так ничего не интересует, кроме возможности доставки при помощи Яндекса доставки. То есть, он вызовет сам курьера. И курьер ко мне приедет, заберет, соответственно, мой товар. В чем смысл? Вообще, это типичный развод. Дальше он меня будет склонять к посещению какого-то фишингового сайта, внесения там каких-то данных. В общем, попытается украсть у меня и мои какие-нибудь данные, карты и что угодно, в общем, на этом сайте может быть. В чем отличие? То есть, жулики, мошенники, они просекли, что люди, когда видят, что вот такая вот схема просто-напросто в лоб, и у тебя вот в спешке, соответственно, мошенник пытается твои данные у тебя выцепить, ничего не срабатывает, потому что уже все как бы начинают понимать, что это мошенничество. Как они эту схему доработали? Он пишет сначала, например, вечером или, например, утром. Вроде как, предварительно вы договариваетесь. Причем, эта предварительная договоренность, она выглядит абсолютно как нормальное общение с покупателем. То есть, ничего подозрительного в первой фазе общения с покупателем вы не заметите. То есть, он ведет себя как нормальный покупатель, отвечает на вопросы, какие-то варианты предлагает свои, свои рассматривает. Когда я ему предложил отправку самым, возможно, дешевым способом, он как-то зацепарился. Некий разрыв его шаблона, видимо, был. Он не знал, что отвечать на это дело. Но потом, да, говорит, давайте Яндекс.Доставка, мне это удобнее, я это оплачу. Все, мы с ним договорились вечером. Договорились, что на следующий день он, соответственно, присылает курьера, я ему все передаю, он оплачивает. И все как нормально, то есть, нормальная схема. Что происходит на следующий день? На следующий день он мне присылает WhatsApp. То есть, мы уже с ним перешли в WhatsApp. На следующий день он мне присылает следующее сообщение. Он говорит, здравствуйте, я все оформил и оплатил, да, я денег не получил. То есть, и как бы, Авито-доставку он тоже не заказывал. Он мог оплатить, если бы он заказал Авито-доставку. Да, это нормальная схема, абсолютно. Это я вообще очень люблю, когда Авито-доставку заказывают. То есть, действительно, человек оплачивает полную сумму плюс доставку сразу. Вот, этот же, не оплатив, не переведя ни на карту, не заказав Авито-доставку, иначе ли бы мне пришло уведомление о том, что товар заказан, да, то есть, просто отправьте его через какого-то доставщика. Этот же пишет, я все оплатил и оформил, и вам осталось только получить деньги по номеру. Вот эта якорная фраза, если вы такую фразу получаете, сразу же точно понимаем, что имеем дело с мошенниками. Следующее сообщение. После этого с вами свяжется менеджер, и уточните, в какое удобное время, чтобы он к вам приехал. И, соответственно, присылает он ссылку, куда нужно, соответственно, мне перейти, чтобы получить деньги. Эта ссылка ведет на некий сайт yandex.ru-yout.com. Я не поленился, конечно же, зашел с компьютера, поискал отзывы об этом сайте. Конечно же, у меня высветилось мошенничество в сети, прочие-прочие-прочие вещи. То есть, этот сайт, если вы на него попытаетесь зайти с компьютера, ну, более-менее защищенного антивирусом, там, каким-то, аваст хотя бы будет какой-нибудь стоять или там еще что-то, нормальный антивирус вам скажет, что данный сайт фишинговый, он заблокирован. То есть, посещение его невозможно. Ну, и это окончательное подтверждение того, что вас разводят, что вы имеете дело с мошенником. Ну, гипотетически всякое может быть. Может, человек воспользовался какой-нибудь платежной системой, я не знаю, в которой можно произвести отправку денег по номеру телефона человеку. Ну, это гипотетически, но я ни разу с таким случаем, на самом деле, не сталкивался. Никто в никуда, что называется, деньги не отправляет, да? То есть, не убедившись, что у вас какая-то эта денежная система есть, отправлять деньги на нее попросту глупо. Все, я как бы просек, я более того, сделал следующий шаг, да? То есть, обычно люди, сталкиваясь с мошенниками, просто разочарованно там, кое-то так вот махают, говорят, да, ну ладно, обидно, что как бы не срослось, да, что это мошенник, все такое. Я предлагаю не просто махнуть рукой, я предлагаю еще и обязательно подать жалобу на фишинговый сайт. Фишинговый сайт, он же должен где-то находиться, то есть, у него есть хостер, правильно? Соответственно, я нашел реквизиты данного хостера, вот в данный момент на экране они у нас будут, реквизиты. И самое главное, в нем есть контактный адрес хостера, на который я предлагаю вам, если, например, вы тоже столкнулись с такой же схемой, но у вас может быть другой фишинговый сайт, другой хостер, да, другой контактные данные, но письмо может быть примерно такой же. Вот, кстати, текст письма, который я им отправил, по-английски желательно писать, потому что большинство хостеров, они англоязычные, они будут за границей находиться. Что, какой-то конкретный сайт, приводите его имя, занимается фишингом, он будет, значит, участвовать в большом количестве уголовных дел, которые будут подавать, соответственно, обманутые жертвы, вот, поэтому просьба заблокировать сайт в связи с явной незаконной деятельностью. Вот как-нибудь так мы это формулировали по-английски и отсылаем на обуз этого провайдера. Все, это, я думаю, будет большой вклад в дело блокировки вот этих вот фишинговых сайтов различных. То есть, не просто, так скажем, столкнувшись с мошенником и просто разобрались, еще и повлияли на дальнейшую их деятельность, попробовали заблокировать их сервис фишинговый, чтобы поломать им вот эту всю их фишинговую схему. Это, я думаю, большое будет дело. Все, если кто-то сталкивался также с подобными разводами, там, на Авито или еще где-то, обязательно в комментариях под видео напишите свои случаи, это будет всегда очень интересно мне и моим подписчикам. Я же на этом заканчиваю, вас благодарю за просмотр видео до конца, в самом конце у меня, как всегда, формальности спонсорами видео являются международные площадки, Алиэкспресс, Тимолджер, Веста, Бангус, список кучих товаров, по моей версии. Как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, кому видео понравилось, не забываем поставить жирный лайк, кто не подписан на канал, подписываемся, нажимаем на колокольчик, делимся ссылками на видео и на канал с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Все, друзья, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok